Привет, с вами Антон Ким, CityChess, и в этом видео мы поговорим о защите Немцовича. Начинается с ходов d4, черные играют конь f6, пока что они не определяют, а что будут делать дальше. Белые захватывают центр ходом c4, и здесь черные делают ход e6. Ход достаточно гибкий, его идея в том, что в будущем можно провести и d5 тоже, и перейти в позиции, например, отказанного ферзиевого гамбита. В то же время открывается слон, который готов стать и на e7, и на b4. Стандартное продолжение в этих позициях для белых, играть конь c3, и слон выходит на b4. И перед нами возникает защита Немцовича, назван в честь Арона Немцовича, одного из самых больших шахматных теоретиков в истории. И идея дебюта создать фигурное давление в центре. Основная борьба будет протекать за поле e4. Дебют настолько гибкий, настолько разнообразный, настолько сложный, что здесь очень много продолжений. Дебют считается очень крепким, надежным. Входит в дебютный репертуар большинства шахматистов всех уровней. Применяют его на самом высоком уровне тоже. И дебют практически тоже нескончаемый. Его, наверное, можно сравнить и с ицелянской защитой, и с испанской партией, и с защитой Грюнфельда. То есть он очень богат на варианты, богат на системы. И мы посмотрим об основных. Сейчас основное продолжение считается играть ферзь c2. Также есть ход a3, который делался в старину. Но на самом деле защита Немцобича настолько, опять-таки, большой дебют, что играют здесь абсолютно все. Также есть ход, связанный с ходом конь f3. Есть ход f3. Есть ход слон g5. Есть ход слон d2. Есть ход ферзь b3. То есть здесь продолжения за белых очень много. И мы по порядку каждое постараемся разобрать. Итак, главное классическое продолжение, которое издавна применяется, это ход a3. Он был самым принципиальным продолжением. Сейчас этот ход встречается, конечно же, реже. Но, тем не менее, ход есть, его нужно знать. Ведет к системе земиша. И идея в том, что белые сразу хотят определить, что будет делать этот слон. А слон, соответственно, вышел сюда, чтобы, конечно, побить этого коня. Следует bc. И теперь мы видим, что у белых есть два слона. И возможность создать сильный пешечный центр, если они смогут где-то провести e4. Но они отстали в развитии. И имеют слабости тоже определенные. И они будут объектом для атаки черных. Ну и кроме этого, если мы вернемся в позицию изначальную, то конь контролирует поле e4. И когда слон выходит на b4, мы не даем белым сыграть e4 и захватить центр. Таким образом. Вообще, в защите Немцовича в основном борьба протекает именно за поле e4. Итак, ход a3. Слон c3. bc. Что делать дальше черным? Черным нужно бороться за центр. И главный ход здесь это c5. Забирать, конечно, было бы пешку глупо и опасно, потому что белые получают стройные пешки. Это очень большая слабость. И практика показывает, что ничего здесь хорошего для белых не будет. Черные играют ферзь a5. Напали на пешку c3. И белые могут сыграть ферзь d4. Таким образом, все защищая и централизуя своего ферзя. Но после хода конь c6, например, ферзь e3, следует сильный ход конь e4. И теперь нельзя забирать коня, так как просто последует взятие на c3 с двойным нападением на ладью и короля. В базе партии, например, сыгран ладья b1. Скажем ферзь c3, ферзь c3, конь c3. И здесь позиция предпочтительнее у черных намного. И тем более белые имеют слабости и опережают в развитии. И здесь вообще полный порядок у черных. Поэтому невыгодно бить белым пешку на c5. И чаще всего они играют именно e3. После хода e3 черные могут сделать ракировку. Полный порядок. Слон t3. Развиваемся. Конь c6. Конь e2. Чаще всего отвечают белые. Идея в том, чтобы не блокировать пешку f, чтобы пешка в дальнейшем могла куда-то тоже продвигаться. Б6 играют черные. Идея поставить слона на большую диагональ. Подкрепить пешку на c5. Е4 проводят белые. Конь e8. Такой интересный, любопытный ход. И у него здесь есть два момента. Первый. Это отойти от связки неприятной. Связанная со слоном на g5. Потому что где-то всегда будет грозить e5. И в то же время конь, скорее всего, будет переправлен на c7. В старину игралось слон e3. Хотя и сейчас этот вариант тоже встречается. Слон a6. И жертвуя пешку на c5 черные добиваются активной позиции. Примерный вариант может быть такой, что если сейчас принять пешку, следует конь e5. Надавили на пешку c4. Напали на слона. Следует, например, cb, ab. Рокировка. Пешка c7. Пункт уже c4. Явно не защитим. Слон c2. Конь c4. Конь получает хороший фарпост на c4. И позиция здесь предпочтительнее у черных. Но если возвращаться чуть-чуть назад, то после хода конь e8, сейчас основной ход это делать аркировку. Но все равно играется слона 6. Скажем, f4. Захватывают центр белые. И чтобы не дать им дальнейшего прорыва, черные вынуждены играть f5. И, скажем, после хода конь g3, возникает примерно равная игра. Сложная игра. С обоюдными шансами. И эти позиции встречаются в партиях суперграссмейстеров и сильных в целом шахматистов. Поэтому позиция заслуживает, несомненно, самого большого и пристального внимания. Мы поговорили о ходе a3. Разберем основной ход. Классическую такую систему, связанную с ферзем на c2. Первая идея его в том, чтобы на взятие коня на c3 побить ферзем. Вторая идея провести e4, захватить центр, получить преимущество. В этом случае черные играют 2-0, a3. Все-таки определяя, что делать со слоном, потому что если слон сейчас отступит на e7, то будет совсем все плохо, потому что следует e4 и большой перевес здесь уже у белых, потому что они захватили центр. Ну а в случае слона 5 ловится просто слон. После b4, слон b6, c5. Черные проигрывают партию. Поэтому бить нужно коня в любом случае. Это неизбежно. Тогда следует ферзь c3. Как могут отреагировать черные? Они играют b6, хотят поставить слона на большую диагональ. Слон g5, связали коня. Слон b7, f3. Идея провести e4, h6. Определяемся, что будет делать слон. Например, слон h4 и d5. И возникает примерно равная игра с обоюдными шансами. Опять-таки, белые делают все, чтобы провести e4. Черные делают все, чтобы белые не провели e4. И, соответственно, если черные проиграют эту битву, за поле e4, то, скорее всего, где-то они будут просто обречены. Вернемся к ходу слона на b4. Мы рассмотрели ход a3, феш c2. Поговорим о ходе коня в 3. Так называемый вариант трех коней. В этих позициях c5 это стандартный прорыв в центре. c5, d5. С ними нужно всегда считаться. Белые играют g3. Это все предварительные варианты. Конечно, здесь можно сыграть всегда по-разному. Но чаще всего, например, играют именно так. g3. Например, cd. Конь d4. 2-0. Слон g2. Слон встал на большую диагональ. d5, конечно, вынужденный и нужный прорыв в центре. cd. Конь d5. Грозит вилка. Потому что, если сейчас побить коня, на bc последует шаг на c3. И, соответственно, теряется ладья. Поэтому ферз b3 вынуждены играть сейчас. Белые. Защищая таким образом коня. Конь c6. Конь c6 bc. 2-0. И, опять-таки, возникает примерно равная игра с обоюдными шансами. Конь пока что стоит достаточно крепко. Позиция тоже абсолютно неясна. Да, получили черную слабость. Но сейчас это не имеет большого значения. Здесь практика показывает, что у черных, в общем-то, тоже полный порядок. Вернемся к ходу слона на b4. Поговорим о ходе f3. Который ведет к так называемому варианту к моха. Идея хода f3 провести e4. И, конечно, с этим ходом нужно считаться. Поэтому здесь нужно играть немедленно d5. Таким образом, мы не даем сразу сыграть e4. Играют белые a3. И a3, в общем-то, тоже плановый ход практически во всех вариантах. И бить коня тоже плановый ход практически тоже во всех вариантах. Слон c3 шаг. bc. c5. И таким образом, черные не уступают и борются за центр равноправными методами. Следует cd. Конь d5. Висит пешка на c3 в данный момент. Следует dc. Нельзя, конечно, забирать сейчас пешку на c3. Потому что следует ферзь d8, король d8, например, слон b2. И после отхода коня теряется на g7. И, в общем-то, здесь у белых уже практически выигранная позиция. Поэтому после хода dc следует ход ферзь a5. Скажем, e4. Захватывают центр. Конь e7. Конь e3. 2 0. И опять-таки возникает примерно равная позиция. С обоюдными шансами. Потому что белые получают слабые пешки на ферзьевом фланге. В то же время у черных есть слон, с которым тоже нужно решать вопросы. Кроме этого, у белых не развит королевский фланг. И, соответственно, и плюсы, и минусы есть у обеих сторон. Вернемся к ходу слон b4. И поговорим о ходе слон g5, который ведет к так называемой ленинградской системе. Опять-таки здесь может быть много продолжений. Посмотрим самое главное. h6 играют. Черные хотят сразу определить, что будет делать слон. Слон h4. c5. Боремся за центр. Белые в этом случае играют d5. Мы играем d6. Бить пешку, конечно, было бы невыгодно. Потому что слон разовьется. Поэтому играют белые e3. Сами заканчивают развитие. Следует слон c3. bc. e5. И позиция черных здесь предпочтительная. Потому что позиция закрыта. Белые имеют два слона. Но двум слонам сейчас негде будет разгуляться. У нас два коня. И, соответственно, большие шансы на перевес. Возвращаясь к ходу слон b4. Могли бы сыграть белые и слон d2. Сейчас этот ход встречается все чаще. Скажем, следует 2-0. Конь f3. Развиваются белые. Например, b6. Опять-таки слон встает на большую диагональ. e3. Слон b7. Слон d3. Конечно, нужно идти в центр. Следует cd. ed. 2-0. Слон d6. Такая перестройка. Опять-таки, получается примерно равная игра с обоюдными шансами. Возвращаясь к ходу слона на b4. Поговорим о ходе ферзь b3. Система Шпильмана. То есть, таким образом, нападают на слона белые. И при этом защищают своего коня. В этом случае можно сыграть c5. И после хода dc играть конь c6. То есть, таким образом, мы не спешим забирать пешку на c5. Конь развивается. Защищает конь f3. Например, конь e4. Надавили на коня. Слон d2. Конь d2. Конь d2. Слон c5. Пока что материальное равенство. Примерная равная игра. Например, e3. 2-0. Слон e2. Хотят закончить развитие белые. b6. Подкрепили и слона. И готовимся поставить слона на b7. Скажем, после рокировки. Слон b7. Конь d4. Напали на слона. Слон e7. Опять-таки, возникает примерно равная игра с обоюдными шансами. В дальнейшем, конечно, черные будут играть и либо d6, либо d5. Сразу подрывать центр. Ну и опять-таки, имеют черных двух слонов. И здесь позиция с обоюдными шансами. Возвращаясь к ходу слона на b4. Один из основных ходов здесь, в этой позиции, это e3. Которая ведет к системе Рубинштейна. В этом случае черные отвечают c5. И здесь, конечно, есть несколько главных продолжений у белых. Это играть либо конь f3, либо слон d3, либо конь e2. Но чаще всего конь f3 ведет к перестановке ходов. О нем поговорим сейчас. Было бы сейчас, конечно, нелепо брать пешку на c5. Потому что следует слон c3, bc. И получаются встроенные пешки. Поэтому после хода конь f3, скажем, делается рокировка. Слон d3. Заканчивают развитие белый потихоньку. d5. Своевременный выпад в центре. 2-0. Конь c6. Развиваемся. a3. Определяют позицию нашего слона. Слон c3. bc. dc. Слон c4. Ферс c7. И в этой позиции мы видим, что белые стремятся к вскрытию игры и атаки. А черные будут проводить ход e5. И организовывать нажим в центре. Возвращаясь к ходу e3. c5. Здесь, конечно, могли бы сыграть белый конь e2. В этом случае следует cd, ed, d5. Стандартные, в общем-то, меры против центра белых. a3. И в этом случае, наверное, это единственный вариант, где слон реально отступает на e7. Конь f4. Надавили на пешку d5. Поэтому можно сделать пока что 2-0. Скажем, cd. Конь d5. Конь d5. Ed. Слон d3. Конь c6. 2-0. Опять-таки, позиция носит примерно равный характер. Шансы есть у обеих сторон. Возвратимся к ходу слон b4. Подведем небольшой итог. Здесь следует отметить, что то, что мы посмотрели, это лишь основы. Примерная расстановка. Примерные идеи. И защита Немцовича, несомненно, считается одним из скрипчайших и лучших дебютов на первый ход белых d4. Поэтому его всегда, конечно, можно взять на вооружение. Даже если вы не играете защиту Немцовича, просто нужно знать основные идеи, что всегда нужно бороться за центр ходами c5, d5. И чаще всего конь на c3 должен быть разменен. Таким образом, белые получат слабости. И эти слабости будут объектом для атаки черных. У меня на этом все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Ссылка на самостоятельный анализ будет в описании.